Приветствую вас, и оптимальным вариантом для вас будет поработать над своей самооценкой, поработать над уверенностью в себе, поработать над тем, как вы воспринимаете своего мужчину, как вы его видите, в каком контексте он вам представляется, и как, по вашему мнению, между вами скворуются отношения. То есть, ну, вот, формально, формально, успокоиться вы не можете, потому что сомневаетесь в себе. Формально вы успокоитесь только тогда, когда перестанете бояться потерять твоего молодого человека. Формально вы успокоитесь только после того, как станете более уверены в себе, и, значит, не просто вот более уверены в себе, да, а своего молодого человека будете воспринимать именно как, знаете, как партнера. Не как, скажем, необходимого для вас человека, а именно как партнера. Если вы будете так делать, если вы будете вот так поступать, то, ну, собственно, молодой человек перестанет вызывать у вас редкость. Опять же, почему? Потому что ревность направлена всегда на реализацию ваших потребностей. Ревность направлена на то, чтобы вы, ну, через нее преследовали цель, как-то вот защититься от чего-то. Я имею в виду от чего-то, что вас, ну, беспокоит, да, от чего-то, что нервирует вас и так далее. И вот этот момент необходимо вам понимать. Работа над собой, значит, это то, что вам нужно сейчас делать. Работа над собой, это то, что вам необходимо проворачивать, именно для того, чтобы тренировать своего мужчину. Значит, что я вам отдельно хочу сказать. Именно отдельно. Значит, смотрите, пока вы, ну, не знаю, будете ли вы работать над собой, согласитесь вы на это и так далее. Значит, вне зависимости от этого, уже сейчас я могу дать вам средство, которое поможет немножечко, значит, вам, ну, сглаживать вот тот негатив, который сейчас есть у вас. А каким образом? Значит, каждый раз, когда вам хочется ревновать своего, ну, своего мужчину, своего молодого человека, значит, каждый раз вы стараетесь направлять Алиэмерика немножечко в другой русла, то есть, старайтесь, наоборот, генерировать позитив, и тогда, вот именно тогда, вы сможете избежать того негатива, который у вас происходит в результате вашей ревности. Это если вы не желаете работать над собой, вот, но вообще вам это нужно, вообще вам это необходимо. Потому что вот неуверенность, соперничество даже со своей мамой, это все-таки довольно серьезные проблемы с самооценкой, к сожалению. Поэтому я вам предлагаю выбрать эксперта на нашем ресурсе и начать более подробно анализировать, ну, хотя бы ваше отношение с мамой и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, все по порядку разбирать, чтобы понять, почему вы так вот реагируете на данную ситуацию. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи!